Бог говорит тебе так в этот день и эту ночь, будь бдителен, сын мой. Будь бдителен. Есть люди, замышляющие что-то за твоей спиной, люди, которые хотят покончить с твоей жизнью, люди, которые хотят, чтобы ты сошел в могилу. Но Бог говорит тебе следующее, ничего не случится, потому что я не допущу этого. Я тот, кто заботится о тебе, и никто не может со мной справиться. И сегодня я сломаю, отменю все это зло, и они останутся, не понимая, как это может быть, как с ней ничего не случилось. Это моя рука, это моя защита, это моя забота. Все будет наоборот, сын мой и дочь моя. Все это зло я превращу в благо, чтобы показать им, что я – Бог в вашей жизни. Мой дорогой брат и моя дорогая сестра, очень важно, чтобы вы досидели до конца этого видео. Я от всего сердца даю сильную молитву о снятии проклятия, чтобы все это зло было отменено, было сокрушено во имя Иисуса. Напишите в комментариях, я останусь, Господи, до конца видео, чтобы получить свое чудо и твою защиту во имя Иисуса. Но сначала, мои дорогие и любимые, прежде чем мы продолжим, пожалуйста, оставьте свой лайк на этом видео. Ваш лайк очень важен для того, чтобы это послание дошло до большего количества людей, и бегите, брат мой, сестра моя. Поделитесь этим посланием в семейной группе, с вашими друзьями и в ваших социальных сетях. Мой дорогой брат и сестра, Бог говорит вам следующее, вы должны смотреть, больше слушать и меньше говорить. Это не для того, чтобы ты рассказывал о своей жизни, о своей близости в социальных сетях, и кому бы то ни было. Знайте, что не все, кто говорит «Господи, Господи», наследует Царство Небесное. Так же, как они поступили со мной, рабом Даниилом, они хотят поступить и с тобой, с твоей жизнью, и с чистой зависти. Так говорит Господь тебе, дорогой мой, чтобы ты знал, что я Бог в твоей жизни. Это зло падет на землю, и вместо того, чтобы причинить тебе вред, я обращу все это в благословение в твоей жизни, потому что именно так я это делаю, я обращаю зло в благословение. Печаль превратится в радость, поражение, в победу, а твои враги, дочь моя и сын мой, растеряются, не понимая. Знай, сын мой, семь тысяч пали на твоей стороне, десять тысяч справа от тебя, но все будут сражены. Лишь глазами твоими ты посмотришь и увидишь награду нечестивых, ибо ты, Господи, прибежище мое, Всевышний, жилище мое. Тип, мой дорогой и родной, в комментариях, я верю, Господи, и берусь за твою защиту и твое чудо. Хотел бы я иметь брата, дорогая сестра, знай одно, зло знает тебя, оно очень хорошо знает, где твоя боль, где твое слабое место. Поэтому, дорогая моя, тебе нужно всегда быть на связи со своим Богом. Никогда не переставай молиться, никогда не переставай наблюдать, никогда не переставай говорить со своим Богом. Напишите в комментариях, я буду наблюдать, Господи. Я буду больше искать твоего присутствия. Мой дорогой брат и сестра, решитесь любить своих врагов и благословлять тех, кто проклинает вас. Делайте добро ненавидящим вас и молитесь за тех, кто плохо обращается с вами, и преследует вас, чтобы они были детьми Отца вашего небесного. Знай, мой дорогой и любимый, что возмездие принадлежит Богу. Нельзя хранить ненависть, печаль в своем сердце. Напишите в комментариях, я прощаю, Господи, врагов моих. Я не держу печаль в своем сердце, я не буду держать печаль в своем сердце. Мой дорогой брат и сестра, позвольте мне сказать вам кое-что, позвольте мне открыть вам секрет. Мне тоже очень трудно молиться за тех, кто причиняет нам боль, кто плохо обращается с нашим сердцем, за тех, кто желает нам только зла, за тех, кто пытается уничтожить нас, очернить наше имя и обрушить на нас свою ненависть, даже не имея на то причины. Дорогой мой, я тоже человек, и меня тоже обижают, когда лжесвидетельствуют по…